Продолжение следует... Мы с ним работали. Веселый, говорливый, кавказец. Ребята, есть лев. Кстати, почему-то мы ее всегда так и звали лев. Мы поехали, приехали в частный дом. Это животное, которое я увидела, на самом деле, льва-то напоминало меньше всего. Это такой был подвальный котенок с гноящимися глазами. Фотограф хотел за нее денег. Денег не было особо много. Потому что мы в этот момент выкупили Астану. Я ее пожалела и начала уходить. Она просто у меня на ноге повисла и в глаза смотрит. Хорошо, мы ее взбираем. Мужа со мной не было. Он бы меня, может быть, от этого остановил. Спасибо нашему директору. Он вошел в положение, он занял нам денег. И вот в том состоянии, как вы видите на видео, этот ребенок оказался у нас. Я очень сильно в себя поверила, что я ее вылечу, и все будет хорошо. Но мы, как говорится, не боги. Я не буду называть диагнозы, не буду сыпать ветеринарными терминами. Мы ее вылечили. Мы прошли много обследований. На финальном МРТ выяснилось, что у нее практически не осталось легких. Она дышала половинкой левого легкого. И, соответственно, проблемы со здоровьем у нее остались. Она ни разу не была в манеже. Она не репетировала. Она жила с Астономом. Они дружили, играли. У них было все хорошо, весело. В какой-то момент мы, наверное, задумались, что все-таки животное не очень комфортно себя чувствует. А давай попробуем поискать ему дом. И дом найти ей не получилось. Потому что люди не были готовы к тому, что с ней надо находиться 100% времени. Люди были не готовы к процедурам с ней в 4 раза в день. Люди были не готовы к тому, что ей надо жить категорически в тепле и под круглосуточным присмотром. Мы отпустили эту ситуацию и решили, что лев будет жить с нами. Лев жил с нами 3 года как собака. Она жила с нами дома. Уходила иногда к Астону ночевать, с ним играть, на улице летом с ним играла. И как-то мы по осени заметили, что состояние ухудшается. Обследовали мы ее каждый год, ничего хорошего мы там не видели. Мы поддерживали ее в тонусе, скажем так, подлечивали периодически. И диагноз остеосаркома, онкология, он, конечно, вообще прозвучал как гром среди ясного неба для животного, которому и так досталось, собственно говоря. Мы поняли, что это приговор на самом деле. И последние полгода мы пытались Шилби просто отдать ей все, отдать ей внимание, отдать ей самую вкусную еду. Она делала все, что хотела. Хотела, валялась на кровати. Хотела, грызла ступле. Хотела, гладала шкаф. Хотела, кусалась. Хотела, вредничала. Последние два месяца своей жизни она уже не могла выходить на улицу. Димка носила ее на руках, а висела она на 80 килограмм. Для четырех почти годовалой, для трех годовалой львицы, это, конечно, это очень мало. Но носить на руках с лестницы, это приличный вес. И вот, к сожалению, 13 февраля Шилби не стало. Это была подруга Астанани. Он грустил, он ее искал, он ее звал. И так ее, вот почему-то ее так и никто не смог ему заменить. Мы надеемся в будущем, что для кого-то он еще так же откроется. Но они были очень дружны с Астаном. Мы ее очень любили. И на самом деле это трагическая история. Все о том же. Животные не игрушки. Шилби прожила с нами три года. Очень часто нам говорили, зачем, зачем вы ее возите, зачем вы ее кормите. От нее уже никакого толку. Но она ничего не умеет. Нет, она очень умела любить, она очень умела быть благодарной и преданной. И мне очень хочется верить, что там где-то в стране вечной охоты наша девочка на нас не в обиде. Спустя какое-то время появилась вторая львица. Появилась она таким образом. Мы находились также на гастролях на югах. И обзавелись уже, как всегда, какими-то знакомыми. И к нам пришел наш старый знакомый. И сказал, говорит, слушай, тут у меня обратился ко мне парень. У него дома живет львица. Он с ней наигрался. Заниматься больше не хочет. Есть куда-нибудь шанс ее пристроить. Ну, мы так посмотрели. Ну, пускай приходит. Приехал этот парень. Не знаю сколько, наверное, лет 30, ему 35, наверное, такой был. По возрасту. И говорит, я наигрался с львицей. Львице уже было 6 месяцев. К этому времени Астону и Шилби как раз было по 4, наверное, месяца. То есть она чуть постарше, получается, была наших. Мы на это посмотрели, подумали, куда можно вообще ее пристроить. С пристройством было трудно. И он, капли не задумываясь, сказал им такую фразу. Если она никому не нужна, я сделаю из нее чучело. Как бы сказать, что мы охренели, ну, ничего не сказать. Он говорит, либо давайте мне денег. И сумму он обозначил, ну, я не помню, там, в районе 120 тысяч, типа, как он сказал, там, свои вернуть. Ну, денег у нас таких не было. Но какие-то у нас деньги наличные были. Если не ошибаюсь, у нас было в районе 60 тысяч. Он такой, ну, давайте хотя бы 60. Ну, как всегда, Яна не смогла пройти мимо. Я говорю, ладно, хорошо. Забрали мы к себе Киару. Кошки относились максимально странно, потому что, когда мы заходили в вольер с чем-нибудь посторонним, например, с веником, вот на веник она очень остро реагировала, что-то в руках. И у нее была просто истерика. Она начинала кружить, просто бегать по кругу. На месте ее остановить было просто нереально. И женщина она не воспринимала. Вот просто. Ко мне она спокойно подходила, к Яне вообще не хотела. Какой-то, ну, прям, не знаю, на промежуток каких-то месяцев, наверное, через месяца два она стала уже более-менее воспринимать Яну и к ней подходить. Ну, в общем, так у нас появилась вторая львица. То есть, на эти промежутки времени мы прекрасно понимали, что Киара не подходит нам по формату нашей работы. Что нет более опасного хищника, чем трусливый хищник. То есть, даже агрессор не такой опасный. А так как мы работаем, привыкли работать, ну, с удовольствием с животными, что ли, и с теми животными, кто хочет взаимодействовать. Киара себя великолепно ввела в вольере впоследствии, но не готова была работать для людей. И мы поняли, что надо как-то пристраивать, потихоньку искать ее, так как сразу решения не нашлось, куда ее пристроить. Мы оставили себе где-то в течение, наверное, месяцев 8-9. Она жила у нас, уже привыкла к нам. И мы подбирали ей хороший дом. И вот тут, вот так получилось, что мы как раз попали в Пензу, и нас познакомили с Казанским зоопарком. Нам дали контакт. Мы позвонили туда и сказали, ребята, у нас тут есть львица, возьмете ее себе или нет? На что нам был ответ, что сейчас на данный момент зоопарк строится. Он тогда расширялся на тот момент. Сейчас он уже отличный, великолепный, красивый и очень крутой. А тогда он только начинал строиться. Он говорит, у нас мало места, но мы готовы ее в себе взять, если вы ее нам привезете. Я такой думал, ехать, я не помню, там порядка 600, наверное, километров. Точно врать не буду, не помню. Ну, мне кажется, что в районе 600 километров с Пензы до Казани. Я попросил машину у нашего директора. Он согласился и говорит, ну, естественно, заправить. Я говорю, хорошо, заправим. И я поехал туда с Киарой. И на удивление моим, когда мы приехали, она спокойно вышла. Завели ее в вольер. Она так посмотрела на меня и поняла, что это мы нашли дом и людей, которые будут за ней ухаживать. А кошка очень красивая. Она такой необыкновенной внешности. Даже по зоопарковским меркам она такая, она крупная. Такая у нее массивная грудь. Очень такая красивая. И она стала любимицей, действительно. Потому что когда я встретился с людьми уже лично, кто будет заниматься ей, я понял, что мы отдаем в хорошее место и в хорошие руки. Теперь у нее огромный вольер. Она живет не одна, а с подругой. И мы поняли, что мы поступили правильно. История со львицами номер три. Так как я из города Новосибирска, и у меня там очень много друзей, как всегда это происходит в один из вечеров, мне раздался звонок, потому что Дима, в Новосибирске появилась львица, мы не знаем, что с ней делать. Я говорю, в смысле, где появилась когда-ли? Просто посреди города, это было на окраине города, но, грубо говоря, все равно Новосибирске, просто на улице была клетка, размером, я не знаю, там сколько, полтора на метр, и в ней жила львица просто на колесиках. Это был дрессировщик из цирка. Ну, я не назову его, конечно, дрессировщиком, но это был человек, который работал с львицами. Имя я называть его не буду. Называть не буду не потому, что, как бы, не хочу называть только по той причине, что закончилась эта история хорошо. История закончилась хорошо, потому что у этого человека хватило мужества понять, что он не справляется со своей работой, не справляется с кошкой, с ее содержанием. Не хватило, единственное, ему храбрости отдать эту кошку, просто передать. Нам тоже пришлось ее выкупить. Правда, в этот раз мы не из своих средств это делали. Я позвонил отцу, попросил у него денег, и он поддержал нашу инициативу. И помог с деньгами, и мы выкупили небольшие деньги, там, я не помню, там, порядок суммы, брать не буду, но это не было там, ну, точно до 100 тысяч рублей. Мы привезли ее к нашим друзьям в Новосибирск. У них есть там, ну, своя база, вольеры. И кошку выпустили первый раз в вольер. Она вообще поняла, что можно свободно ходить. И была очень голодной. По всей видимости, у нее не было вообще денег кормить на протяжении какого-то времени. Я очень благодарен ребятам с Новосибирска. Они нас не первый раз выручают. Кстати, это те же самые ребята, которые помогли с Цезарем в Новосибирске. Многие знают эту историю. И пока кошка находилась, кошка их зовут, кстати, Люся, у ребят, ну, и сибирские, мы начали искать зоопарки, которые тоже будут готовы принять. И вот в этот раз нам помогло, у нас мы очень хорошо дружим с Барнаульским зоопарком. Позвонили ребятам, они сказали, да, у нас, правда, у самих нету места, но у нас есть на Горном Алтае друзья, которые содержат свой зоопарк, хороший, стационарный, в хороших условиях, в хороших вольерах. И как раз им нужна львица. Ну, естественно, мне тоже помогли с машиной. Мы собрали денег на бензин и отправили Люсю туда. И кошка хорошо себя там чувствует, периодически нам присылает оттуда фотографии. Слава Богу, что история закончилась хорошо. Ну, вот я рассказал вам истории про трех львиц. На протяжении этих лет мы старались помочь, насколько мы можем помочь. Насколько мы были, ну, каких-то, что было в наших силах. Мы поняли, что наверное, нам нравится заниматься этим. И хотелось бы сделать этот хоспис именно для кошачьих, для экзотических. Потому что когда они попадают в трудную ситуацию, не так много специалистов, которые могли бы помочь им. Многие берут в себе как раз таких животных, уже в 33-й раз я повторяю это, просто поиграться, а потом решают, что это экзотическое животное очень легко его будет отдать дальше куда-нибудь и его выкупят. Но это не так. Особенно это касается львов и львиц. Та же судьба у медведей. Это очень сложное животное в плане того, что пристроить зоопарки максимально трудно. Я понимаю, что выпуск получился неоднозначным максимально, но я должен был рассказать вопросам. Это одни из самых популярных вопросов по поводу львиц в моем инстаграме. Они появляются, появлялись там. Но судить вам. Так что оставляйте комментарии. Я должен был рассказать вам эту историю. Спасибо большое за просмотры.